Здравствуйте, друзья! Я сегодня отвечу вам на наиболее часто задаваемый вопрос. Как продолжить живопись? Не как начать, как закончить, а больше всех вас интересует, как продолжить живопись при разном состоянии завершения предыдущего этапа, предыдущего сеанса. Но прежде всего, давайте начнем сначала, как начать живопись. Вы должны, ну не то, что должны, а должны все-таки стремиться к тому, что тот материал, который вы будете воплощать на холсте, это фотоматериал, или это копия, или это фантазия, или это натурная постановка, композиция из предметов для натюрморта, и вплоть до того, что выезд на природу, он вам изначально должен нравиться. Он вам должен нравиться больше, доминанта должна быть в этом ощущении больше, что вам нравится сам сюжет, сама тема, вид, предмет, человек, который вы делаете. И только на втором месте вам уже должно интересовать живопись. Хотя бы 1% приоритета в эмоциональном настрое изображаемого процесса, момента должен быть выше на 1%. Потом уже подключается второй этап, каким образом это сделать. Именно каким образом это сделать и является сутью техники масляной живописи. Но без эмоционального вот этого облака, без вот этого, что вас окутает, техника будет сухой, выхолощенной. И то изначально, для чего существует живопись, вы можете пролететь мимо. Старайтесь любить в первую очередь, в первую очередь, еще раз скажу, в первую очередь старайтесь любить то, что вам нравится. То, что вам, нет, то, что вы хотите изобразить. Вот вы должны это любить просто, чисто, без всяких объяснений. Мне это нравится. Тогда изображение этого будет совершенно другим процессом. Это как жить с любимым человеком, или как жить по нужде, более-менее любимым, нелюбимым и так далее. Это разные вещи, как говорят в Одессе. Поняли? Постарайтесь это чувство не убивать тем, что вы у кого-то видели эту композицию, или этот пейзаж, или эту горную реку, или вот человек портрет сделал так, и я буду портрет делать, потому что кто-то удачно сделал, и вы видели у какого-то мастера, или учителя, или блогера. И вам это надо повторить. Это нужно делать, с одной стороны, осознанно, а с другой стороны, это все должно быть идти изнутри. Пусть будет человек, пусть вам понравился, как кто-то пишет портрет. Но сделайте портрет любимого человека. Но нету любимого, но сделайте автопортрет, сделайте себя любимого. Это всегда срабатывает. Или вам что-то нравится такое на тюрьму, или пейзаж вам нравится с рекой, в которой так шикарно отражаются. Найдите такое место, которое вы любите. Не нашли? Пишите что-то другое. Не пишите только потому, что у кого-то это здорово получилось. У какого-то мастера, или у какого-то учителя. Пишите именно то, что... Начинайте, ищите мотив. Похожий ищите, да. Вы посмотрите, набирайте стихи, но ищите похожий. От этого будет гораздо больше пользы. Должно нравиться. Он может быть очень интересный, эпатажный, я не знаю, какой угодно. Яркий, броский, насыщенный. Но если он вам не нравится, и вы не чувствуете гармонию с мотивом и с предметом, с материалом, который вы будете отображать на холсте, заведомо очень тяжело вырулить в хорошее произведение искусства. Очень тяжело. Практически невозможно. Потом дальше вы определяете технику. Каждый мотив, ну не каждый мотив, любой мотив может внести корректировку изначально в написании техники, в использовании техники. Не только мотив, но и размер. Ваше настроение, ваш образ жизни, вообще ваша суть. Холерик, согвинник, флегматик. Кто в этом находитесь? А, допустим, являясь холериком, вы берете флегматика учителя и думаете, у нас с ним все совпадает, но почему-то у меня что-то не получается. Но это уже такие сложности. Такой пример, это сложности, но это такой вот пример. И учителя, или даже, ну да, с кем вы работаете, подбирайте по своему состоянию. То есть вы будете вместе медленно писать, не спеша, у вас будет общая техника, у вас будут перерывы, вы будете синхронно зевать со своим учителем. Вот вы войдете с ним в гармонику. Если в противофазе, вы не можете понять, вам все хочется быстрее сделать, почему он так возится, почему он так крутит ту точку. Или кто-то не будет успевать, смотрит, а учитель полетел своей технике, а вы только почухались. Это тоже имеет значение. И когда вот этих всех, вот эту кучу вы уже собрали, эмоции и чувств, вы подходите к холсту, и тут опять начинается еще одно значение. Как предмет, как написать, как начинать. Каким образом уже зачалить живопись на холсте? Это ваши предпочтения. Ваш образ мысли, даже образ жизни, даже ваш режим дня тоже на это влияет. Либо вы грязально будете писать, либо вы делаете густой акриловую подготовку, просто фактурную белую холст. Либо вы там что-то рисуете, либо вы очень делаете акрильную подготовку на уровне 90% завершения работы, а 10% будет легкий масляный, масляная лессировка. Это оправдано. Такие вещи получаются просто шикарно, если это грамотно подойти. И поэтому из всего этого складывается основа для ответа на вопрос, как продолжать картину в процессе. как между перерывами, большое время между перерывами, между сеансами, месяц-два, или как возобновить работу над старой картиной. И тут масса, масса разных. Все это в принципе, все ответы есть в моих роликах в той или большей степени. Вы сами должны опытным путем приобрести, понять, или этот слой краски, который был вчера, позавчера, месяц назад, готов к простому нанесению краски, или его нужно протереть просто, или его нужно хорошо обезжирить и использовать ретушный лак, или настолько недавно, но он еще жидкий, он еще гладкий, простите, он еще только взял пленочкой, а нижний слой еще ерзает. А вы очень хотите работать. Пожалуйста, работайте. Но учитывайте тот момент, что будет пожухание. Вы просто сделайте ставку на пожух... не ставку, а сделайте сноску, что будет пожухание, и тогда это все пройдет отлично, нормально. Даже если у вас краска еще не высохла, а вы хотите, тем не менее, работать, вот хочу и все, хочется больше, чем болит. Пожалуйста, делайте, пишите мастихином, пускай мастихином кистью, пускай даже она срывается, пускай даже она слазит, недосохшая краска, ничего страшного. Это можно повернуть всегда на свою пользу. Конечно, если это не нежное какое-то там лицо, которое вы хотите гладко, нежное, более-менее гладко, или вообще очень гладко написать, тогда здесь это не рассматривается. Вот пейзаж. Тогда вот это, то, что оно не досохло, можно использовать, как на палитре получается. Рваные вещи, бугорки, это грубая фактура, которую можно подлепить, подкорректировать. Есть вещи, вы хотите многослойную живопись сделать, лицо, допустим, или посуду гладкую, паян, там фарфор, или еще что-нибудь такое, очень гладкое, тогда там нужно, ну, вы хотите добиться натурализма, тогда нужно, конечно, чтобы каждый слой хорошо высох, и делать ретушную проклеечку для последующих слоев. Если вы просто пишете, вы можете, если вы пишете через день, или каждый день, или через два дня на третий, вот такой вот небольшой, небольшие перерывы, краска может сохнуть в зависимости, предыдущий слой замеса могут высыхать в зависимости от того, какое время года, какое у вас отопление, какая у вас влажность, это тоже имеет значение. Но вы же не будете мерять влажность, отопление, температуру, и засекать времени, там секундомерами, там песочными часами. Нет, конечно. Вы все это, это к этому, да, и еще, и какие краски. Но мы знаем, Кадмии долго сохнут, Марсы быстрее высыхают, буквально мгновенно. И ориентироваться на вот эту всю, я к чему это говорю, ориентироваться на вот это все, начиная от эмоционального выбора, понравится мне это яблоко или нет, заканчивая тем, как Марс будет взаимодействовать с Кадмием при этой влажности, друзья мои. Ну это, ну не хочу плохого слова говорить, но это ненормально. Просто берите и пишите, не заморачивайтесь. Особенно на начальном этапе. Вы слушайте, меня слушайте, других слушайте, массу переслушайте, других, обязательно слушайте других мастеров. Обязательно. Так, чтобы ну где-то с десяток у вас был. И пускай они даже вам покажутся, эти ребята некомпетентны, и вам будет что-то не нравится. Обязательно. Даже в самом вам не понравившейся персонажи вы найдете что-то рациональное. Обязательно. Как минимум вы найдете, как нельзя делать. Это тоже полезно. Но захватывайте больше область и начинайте работать. Просто начинайте работать. Вы будете делать, у вас будет происходить пожухание, у вас будет происходить недосыхание, пересыхание. Где-то краска отойдет. Вы туда что-то подставите, вы будете делать. То есть даже маленькую картинку вы, ну если вы хотите чего-то достичь, обычное слово обязаны не употребляю, но в данном случае вы обязаны доводить его, доводить ее до конца. Хотя бы для того, чтобы если не получится картина, у вас получится хорошая, полезная лабораторная работа. Тогда вы здесь на этом маленьком холсте он никогда, никакой холст, то, что вы тут что-то поработали, труд вложили, эмоции, недостоин, чтобы его выкидывать. Вы его через два, через три года можете превратить в произведение искусства. А в это время он будет просто у вас лежать. Ну я не то, чтобы там повесить его, когда мог вам мечеть, чтобы он, не дай Боже, показывал вам мне, но вы возвращайтесь, смотрите. Только так вы, плюс обязательно учиться нужно, спрашивать, читать, смотреть блоги, только так вы постепенно поймете и сможете это объяснить, или же это постепенно будет впитываться в вашу плоть и кровь, и тогда вы будете это делать, ну не то, чтобы автоматически, а обычно. Как идет сороконожка, как вы кушаете, как вы поете песню какую-то понравившую себе, независимо от того, что вы пропеваете вслух, или вот в этом состоянии. Имея это состояние, это настрой, этот настрой своего организма и своей сути, вы тогда больше будете уделять внимание самой живописи. Технический вопрос, он изучается, это основа, да, фундамент, технический. Там нюансов бесконечное количество. И я перечислил только маленькую долю, там влажность, время, масло, какое, какое быстро сохнет, какая краска, ну и все такое. Ну, тоже я перечислил. Ваше и вы сейчас учитесь. Да, вы задавайте вопросы, конечно, я же не против, но просто к тому, что это наиболее часто задаваемый вопрос. Как продолжить? Доберите и просто продолжайте. Я не знаю, в каком состоянии у вас картина. Вы запрашиваете, вот я написал картину там два месяца назад, как мне ее продолжить? А какая толщина красочного слоя? А какие краски? А какую технику вы хотите использовать? На каком холсте? Где она хранилась? Нужно ее вытирать? Нужно ее соскальбливать? Нужно ли там или может это все использовать? Задавайте, конечно, задавайте, ничего не поделаешь, но конкретно, четко, адекватно скажем так, положительно, ответить не сложно, практически невозможно, поэтому вот этот ролик для того, чтобы не то, чтобы вас направить, а то, чтобы как-то вот в кучку собрать, что касается вопроса на этот ответ. И после того, ну, техника, ощущение техники, понимание краски, холста, кисти, слоев, прозрачности, пастозности, это приходит только после того, как сделается, много работать надо, большое количество работ, вы просто пишите, если вы начинающий, пишите небольшие работы, такой формат, 20 на 30, 10 на 15, я так начинал, потом только вырос до больших размеров, когда я мог уже на большом размере охватить его этот размер, все эти детали именно охватить, потому что у меня жила подготовка, техническая подготовка, и я больше уделял внешний, ну, не внешний, а самому образу, уже зная техническую, зная хорошо, как все это делать. Я думаю, что в данном случае я более-менее ответил, и только когда вы наберетесь, ну, не только когда, этот процесс бесконечный, вы будете набираться, набираться технических знаний, навыков, и все это будет становиться все более-более естественным, то есть вы начнете говорить иностранным языком, как своим родным, вы начнете мыслить иностранным языком, предположим, техника масляной живописи, это иностранный язык, как своим языком, и после того, как вы будете мыслить иностранным языком, говорить иностранным языком, шутки понимать, иностранного, этого, язвез, на этом языке, и выговорить, тогда вы уже начнете говорить что-то интересное, ну, вплоть до того, что писать стихи на чужом языке, ну, он же будет не чужой, я имею в виду технику масляной живописи, аналогию, только так, ведь сразу ничего не получается, единственный путь, единственный путь, это набрать определенное количество, не существует другого пути, есть эти основные законы мироздания, ну, не знаю, как мироздание, но существование социума и вообще всего, что касается на земле, и один из них определение, накопление определенного количества и переход его в новое качество, не получится обойти его никоим образом, и только набрав определенное качество, сделайте 100, ну, кому 100, кому 10, кому 200, таких вот размеров, этюдов, натюрмортов, пейзажов, портретов, но они должны быть закончены, если вам что-то не нравится, или вы полностью уже вам к этому холсту, к этой картонке, вы ее хотите закинуть, вы посмотрите внимательно, какую пользу сделайте лабораторную работу, вот у вас не получилось что-то, у меня это не получилось, ну, хорошо, тем более я буду выкидывать этот холстик, что у меня здесь есть Марс оранжевый, у меня есть кадм, ну, я что-то здесь полчасика поковыряю, и по капельке, вы забудете, но в подсознании это останется, ничего нового, друзья, вам не сказал, это все совершенно всем понятно, всем известно, но к сожалению, хоть иногда, хоть раз в месяц или полгода к этому осознанию возвращаются единицы, а некоторые вообще никогда на это не смотрят, так что первое, первое, что вам нужно, еще раз повторю, хотя это нужно повторять миллион раз, первое, что вам нужно, вы должны любить тот мотив, тот предмет того человека, он вам должен нравиться, который вы будете изображать на холсте, ну, или за очень большие деньги, это работает, большие деньги работают, ничего, ну, ничего тут не сделаешь, вот, такой мир, что большие деньги вызывают любовь, откуда она берется, непонятно, но для учебы достаточно просто, то, что вам нравится, и много, много, много смотреть разных, разных, разных смотрите, не смотрите кого-то одного, смотрите разных, смотрите учителей, смотрите блогеров, ютуберов, кто там, как там, они эти все мастер-классы, смотрите, не то, что он нравится вам человек или нет, все-таки посмотрите, что у него можно там рационального вытащить, и много, много, много работать, много, если не хватает времени, но действительно уже возраст, или еще там, но хочется что-то достичь, начинайте старт с маленьких работ. Маленькую работу, она дает рациональнее продвижение, чем на большую. Потому что маленькую работу вы все охватываете тем маленьким знанием, теми навыками небольшими, как штанга. Сначала с маленькой гирьки, потом до большой штанги. Это такое сравнение, хотя вполне приличная аналогия. Постепенно, постепенно и заканчивайте, и учитесь. Накопление качества и переход нового качества никому не позволено обойти. И никому все проходят этот тяжелый путь одинаково. Одинаково. Ну, кто-то быстрее, кто-то чуть помедленнее, кого-то больше способностей, кого-то более адекватные учителя попадались. Там полегче. Но, в общем-то, суть и природа одна и та же. Ну, задавайте под роликом вопросы, может, что-то уточню. Потому что я говорил не подготовленным, а говорил просто так, подключенным. Всего доброго. Выздоравливайте. Успехов вам во всем. Скоро будет весна. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...